Всем привет! В сегодняшнем видео рассмотрим установку операционной системы в Windows 11 на неподдерживаемые машины, то есть без ТП модуля и Security Boot. Для начала скачаем программу Rufus с официального сайта. Я не буду устанавливать последнюю актуальную версию, а перейду на GitHub и скачаем на ту версию, которая мне нужна. Это версия 3.17. Начинаю установку. Программа запустилась. Здесь мы выбираем заранее скачанный образ операционной системы в Windows 11. В параметрах образа мы можем выбрать стандартную установку в Windows 11 с ТП модулем и Security Boot, расширенную без ТП модуля и без Security Boot или Windows To Go. Я выберу второй вариант без ТП модуля и без Security Boot. Обязательно убедитесь, что вы производите запись именно на ту флешку, которая вам нужна, если несколько флеш-накопителей установлено в системе. Нажимаем старт, нажимаем окей и нам осталось дождаться развертывания операционной системы на флешку, чтобы начать установку. Запись на флешку завершена, перезагружаем наш компьютер и входим в BIOS, чтобы посмотреть характеристики нашего железа. И мы видим, что процессор это 4590 и оперативная память DDR3. Это не самое актуальное железо, но все-таки мы попробуем установить сюда Windows 11. Для этого перезагружаем наш компьютер и вызываем Boot меню, чтобы загрузиться с флешки. В моем случае это клавиша F8. Выбираем загрузку UEFI с нашей флешки. Здесь мы выбираем язык и формат времени. Нажимаем далее. Нажимаем установить. Я введу ключ от операционной системы позже. Выбираем версию операционной системы. Нажимаем далее. Принимаем лицензионное соглашение. Выборочная установка. Я удаляю все диски. Нажимаем далее. Идет установка Windows. Дождемся ее окончания. Положенery. Дождите. Дожд verdade. Дождемся. Дождем. завершена, компьютер перезагрузится самостоятельно, продолжается установка и настройка вашей системы. Мы видим логотип windows и требуется настроить еще несколько параметров. Выбираем страну или регион и нажимаем да. Добавляем раскладку клавиатуры. Проверяется наличие обновлений. Вводим имя нашего компьютера. Компьютер перезагрузится. Я буду использовать его для личного использования. Нажимаю далее и входим в учетную запись Microsoft. С последними обновлениями это обязательное требование. Его можно обойти, но делать этого в данный момент я не буду. Создаем пин-код для нашей системы. В параметрах конфиденциальности я уберу все галочки и нажимаю принять. Этот пункт я пропускаю, он ни на что не влияет. Также можно использовать свой смартфон, но я этот пункт тоже пока пропускаю. Проходит подготовка операционной системы. Поиск обновлений. Операционная система установлена и работает корректно. Всем спасибо кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч!